Икеа выпустила ограниченную коллекцию Саманкопла. Бангкокская компания, одна очень известная дизайнерская, у них еще есть сети ресторанов. И даже посмотрю подсказку кафе. В общем, суть в чем? Необычное применение обычных икеевских вещей. Кстати, привет! Ваши просины снова в Икеа, в Нижнем Новгороде. Испугались тапок-то? Пойдемте смотреть, коллекция очень интересная, и мне безумно понравилась одна вещичка, я ее обязательно тащу домой. На самом деле коллекция не сильно большая, ребят. Здесь ковры, три вида, два вида напольных вешалок, несколько видов посуды, подушки под голову, подушки под попу и очень интересные классные сумки. В принципе, все. Пойдем смотреть каждую и расскажу, покажу, что я необычного там увидела. Давай прям вот как есть, да? Тарелки. Тарелка Саманкопла 25 см и миска 18 см. И то, и то стоит 169 рублей. Очень интересный черно-белый орнамент. Ну, мне кажется, молодежь любит такой. Да вообще, вот мне, допустим, даже самой эстетически приятно. Но, друзья мои, что прячется за этой тарелкой? Привычный для нас автаз за 69 рублей. Хоть наши подписчики не любят, когда я так делаю, но как по-другому показать звук? Значит, тарелки 25 см только в одном рисунке. Мне очень понравились миски, потому что у линейки Офтаст нет мисок больших в ассортименте. Либо маленькие пиалки, либо большие. А вот таких средних хороших суповых мисок нет. И с учетом того, что они одинаковые по цвету, но, идем поближе, у Офтаст облитие немного другое, более матовое, более дешевое. Здесь подороже покрытие. Кстати, где они сделаны? Также во Франции, соответственно, на том же заводе, на котором делают ламинарк, и на котором делают тарелочки Офтаст. Вот эта миска очень достойная, суповая, и будет хорошо подходить в линейку Офтаст. Дальше смотрим. Подушечка, на которой я сидела в начале ролика. Мы ее вам показывали уже, когда рассказывали про Химки, по-моему, если я не ошибаюсь, или про Самару. С учетом того, что у нас бешеное количество насыщенных будней, мы можем путаться. Сделана в Китае. Можно стирать на 40 градусов. Вот такая вот подушечка. Сейчас я посмотрю, есть ли где-то диаметр. 40 сантиметров, круглая форма. Красный, насыщенный зеленый, причем пуговки здесь и здесь. То есть она зафиксирована. Очень хорошо такая. Ну, по плотности мне понравилась. То есть стулья икеевские, рабочие, круглые, пластиковые. Ну, либо круглые, либо с колберг спором у кого остались. Когда, ну, не понимаешь, да, тоненькую подушку стелить бессмысленно. Квадратные, толстые, тупо не помещаются. Вот эти подушки альтернатива. Поэтому прям рекомендую. Даже несмотря на то, что они стоят 800 рублей по сравнению с обычными 350-400 рублей, подушка очень плотненько, хорошо набитая. Интересно, конечно, как они эксплуатируются. Если у кого-то они уже есть, расскажите нам, пожалуйста, напишите в комментариях. Так, три цвета. Дима, ты цвета поближе показал? Красный такой, насыщенный, классический цвета. Зеленый и голубой. Теперь пойдем смотреть вот эту подушку. Она мне безумно понравилась. Я, скорее всего, утащу ее домой. Наша треугольная подушка адаптированной версии традиционной тайской. Она достаточно устойчива, поэтому на нее удобно облокачиваться, опираться сидя. И благодаря орнаменту черно-белых треугольников она идеально вписывается в современный интерьер. Касаемо опереться, я сразу первое, что сделала, к ней подошла, сделала вот так. Реально удобно. Здесь хороший слой пенополиуретана. Ну да, когда ты сидишь вот так, хочется какой-то опоры. Здесь все это дело на замке, друзья мои. Все съемное, можно постирать. Переворачиваем. Так, пойдем вот к этой вешалке, а потом в ту часть комнаты перейдем. Напольная вешалка, цвет белый, вешалка черная. Но, судя по всему, есть, наверное, еще белая. Напольная вешалка 113 на 50. Легко... Так, стоп. Это ценник не от этой вешалки. Легко передвигается вон та вешалка. В общем, Нижний Новгород. Вы слегка перепутали. В общем, ценник от другой вешалки. А какая-то вешалка, можем посмотреть теперь только на сайте. Наверное, добавить в описание, либо в тайм-коды. Могу только чисто технические характеристики. Прикручена так, что поднять ее не могу. Здесь получается три крюка базовых, плюс дополнительный, который можно использовать в качестве стопоров, а можно использовать допом как крючок. Соответственно, здесь поверхность позволяет примерно еще два плечика повесить. То есть на одной вешалке можно три вещи, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну и сюда еще зацепить. Сколько стоит? История пока умолчивает. Вот она вешалка за 7 тысяч рублей в белом цвете. 113 на 50. Я бы не назвала это вешалка, потому что это полноценная система для хранения. Да, не дешевая. Давайте разбираться, за что просит денег, кроме того, что это ограниченная дизайнерская коллекция. Во-первых, на колесиках. При этом очень интересные колесики. Дим, пойдем поближе. Смотри. Кнопка вкыл и выкыл. Оф и ом. Ну, надо все растопорить. То есть нажимая таким образом на рычажок, мы меняем положение, можем ехать. Стопорятся два колеса, два других не стопорятся. Теперь давайте смотреть по поверхности. Значит, раз, штанга, два, три. То есть то, куда можно развесить вещи. Хотя, если, например, понятно. Если сделать вот так, в принципе, тоже можно. Она под углом позволяет большое количество вещей в себя вместить. А здесь Дима сразу отметил вот эти вот штучки. Говорит, смотри, сюда можно всякие шарфики повесить. То есть вы можете совершенно по-другому, меняя положение вешалки, развесить вещи. Интересная штучка. Единственное, конечно, по мне ценник дороговат. Но, вы знаете, я всегда любитель сэкономить. В общем, вы поняли, вешалка вместительная. Интересно ваше отношение к ценнику, насколько вы считаете, да, правомерным такую сумму. Полка удобная внизу. То есть можно еще наскладывать кучу всяких вещей. Контейнеры сомла, которые мы в Москве обокакали, оказывается, тоже лимитированная коллекция. Поэтому вопросов нет. Лимитка так лимитка. Так, иди сюда. Иди сюда скорее. Сумка. 200 рублей всего. Смотри, какая прикольная. Два отделения. Причем, опа. Там есть такая же вразложка. Просто хочу показать наполнен. Здесь полноценный карман. Умещается книга. Либо маленький планшет. И вот еще карман. Сюда тоже куча кламы умещается. Регулируется. На пляж куда-то. Не знаю, классно. Мне понравилось. Это икеевская сумка. Синяя. Только в таком виде. Потом, иди сюда. Смотри. А, о них, наверное, лучше там показать, да, эти? Вот они, сумчонки. Вот ремешок регулируется. Вот такой я хочу домой утащить. И еще один вид сумок. Аж 71 литр. Большая икеевская сумка. С замком. Цвет вот такой. Куда-то, ну, наверное, только для переезда. Потому что просто с ней вместе весело шагать. Это слишком большое. И пойдемте посмотрим коврики. Это Димина любовь. После того, как мы съездили отдохнуть с аналогом нашего автодома, нам очень понравились ковры такого плетения. Почему? Евпатория, степь, колючки. Это единственное покрытие было, за которое ничего не цеплялось. Мы привезли его чистым и увезли его чистым. И причем ничего не прокололось через. Соответственно, мы ходили босиком по нему. Просто стряхнули и чистый ковер увезли. Значит, ковер безворсовый. 180 на 2,40. Черно-белый стоит 2,499. Друзья, он двухсторонний. С одной стороны белый, с другой черный. Пожалуйста, как вам удобно. Господи, там дыра сейчас мы провалимся. Это один размер. И второй вот такие маленькие дорожечки. 75 на 150. Цвет красно-черный. И цвет вот такой желто-черный. Ну, вы в самом начале обзора видели. Вот они. Они реально невесомые. Вот такую дорожечку очень удобно постелить. В коридор, на балкон, куда-нибудь в частном доме на крылечко. Стряхнули, смахнули, сполоснули, если надо, и свободно. Вот такая вот необычная коллекция. Мы сами не ожидали, что она у нас уже представлена. Представлена, кстати, тоже лаконично. Друзья, ну, как обычно, вопросы. Вы как уже купили? Если купили, то что? Как вам вообще коллекция? Потому что я считаю, что ценник вполне адекватный. Дим, ты как считаешь? Ну, кроме вешалок, наверное. Я буду ждать распродажа. Ну, ты как обычно. Тебе же ограничено, куда по распродаже подавай. Ну, на ковре, на самом деле, ценник классный. На посуду ценник классный. На большую треугольную подушку тайскую тоже ценник классный. Единственное, вот вешалка, ну, как-то такой спорный вопрос. Ждем ваших отзывов. Как вам вообще? Понимаю, конечно, обзор получился такого мини-формата, потому что, ну, больше здесь показать реально нечего. Ты его не будешь куда-то допу в какой-нибудь обзор вставлять? Ну, да, как показывает практика, такие мини-обзоры каких-то ограниченных коллекций, они не заходят, если они внутри другого обзора хранятся. Поэтому проще его выпустить маленьким обзорчиком на канале, чем он будет внутри где-то храниться. Скажи, классно в Нижнем Новгороде снимать. У меня нет микрофона. Почему? Ну, вот, Дима у меня молчит, он без микрофона, поэтому я буду с вами прощаться. Нам осталось еще снять два обзора, мы погнали дальше. А, ну и как обычно, стандарт, на колокольчик нажали, лайк поставили, даже дизлайк поставьте, если вам не нравится то, что мы снимаем, и оставьте свое мнение, нам будет очень-очень приятно. Только адекватное. Да, кстати, только адекватное мнение. Фу, феи, кто вас сюда позвал? Ребят, мы все взрослые люди, и есть такая кнопка, которая называется «Выкол». Она где-то вот тут у вас. Не нравится? Разбегаемся. Все.